Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня в доме тяжкое утро, не раннее, но сильно тяжкое. Все потому, что у ребенка уже полторы недели лезут зубы. Вы знаете, по инстаграму и прочим моим ремаркам я говорила о том, что в этот раз наши четыре зуба, которые прорезаются, они даются нам намного сложнее, чем все остальные шесть, которые у нас уже есть. Так что об этом сегодня будем говорить, буду рассказывать, как же мы с этим справляемся, как мы проводим наши ночи. Очевидно, без сна, но об этом сегодня расскажу. Радость сегодняшнего утра в том, что дома Арсу, у него есть буквально пара часов перед работой, он может провести это время с малышом и дать мне немножечко посидеть и просто побыть. Ну или, по крайней мере, записать видеоролик для вас. С богом пополам я помыла волосы, матери меня поймут перед тем, как мы будем о важном болтать. А сегодня, кстати говоря, у нас это первое, это овуляция, дальше, как я уже говорила, зубы ребенка, его сон и прочие изменения, которые в эту неделю нас посетили. И также о подгузниках хочу сегодня также говорить, потому что это очень важная тема, и мамочки мне очень часто в директ и в комментариях пишут, какими подгузниками пользоваться. Мы протестировали в течение месяца новые в нашем доме подгузники Вун Ву, и я готова дать вам свой отчет и рекомендовать эти подгузники. Также дала всем своим подругам, которые с малышами, для того, чтобы они дали мне свой отчет, как же им эти подгузники. Так что сегодня про них также расскажу. В таком настроении все и будет субборно проходить. Но, как я уже сказала, матери меня поймут, если я буду с вами тут сидеть, и тупо молча на камеру есть, потому что другого времени у меня не будет. 250 раз я уже погрела свой кофе, это уже, мне кажется, не кофе, а какой-то субпродукт моей... Господи, как я? Микроволновки. У меня здесь мой завтрак, который ждет меня уже добрый час. И ребенок, который в другой комнате, мне кажется, переворачивает всю мебель. Но Арс делает хорошо свою работу, и он монстра маленького удерживает. Еще у нас зверски тепло дома, потому что включили отопление. Батареи у нас стоят на нуле, но тем не менее в доме очень тепло. И часто вы меня спрашиваете, холодно ли у тебя дома, ты все время в кофтах. Нет, бабы, не холодно, просто я жирная. У меня жирные руки, у меня жирное туловище, поэтому я одеваю свои кофтюни, чтобы сидеть в камере. Обливаюсь потом, но зато в кофточке. Мои жирные руки не видно. Ну, в честь этого мероприятия я съем, пожалуй, кроссонечка. Знаю, бабы, вы меня поймете. Материнская жизнь, она такая. Тут либо убери для себя каждый момент, который может хватить, либо как бы ты не ешь, не спишь, не сидишь и, в принципе, не делаешь ничего для себя. Поэтому мы с вами сейчас будем засыпать. Бубочка! Бубочка, ты пришел ко мне? А что ты пришел? Ты хочешь забрать мою еду? И лишить меня моего момента? Да, я уже все подготовила к внезапному появлению. Сведусь. Маме телефон. Кроссант хочешь моим спащить? На, иди, отнеси папе. Иди, папе, отнеси. Go. Take it to papa. Give it to papa. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Хорошо, принцип, у тебя вопрос принципа, да? В общем, так и завтракаем. Кстати, суперский лайфхак. Мне моя подружка Лейла говорит, а ты знала? Есть такая история. У девушек, у которых есть челки, если у тебя голова сильно грязная, нет времени помыть, ты можешь просто взять челку, намылить ее, помыть, потом ее уложить, и все, голова как будто бы свеженькая и чистенькая. Я говорю, Лейла, более того, я говорю, это могут делать и девушки, у которых нет челок. Так, у меня, например, длинные волосы. Если совсем в жизни кризис, то я просто достаю первую часть вот здесь вот пряди, их намываю так же, укладываю, и все, нормально. Вроде смотришься как нормальный человек. Бедный мой ребеночек, лавашек отхватил, да, скажи? Привет. В ручках держит, как будто не ел три месяца. Ты мой сладкий, да? Вечный палец, вечный палец. Так, подруги, что у нас тут по подгузникам? Смотрите, какая красота. У меня здесь новый в нашем доме подгузник и гунву из Кореи, который мы, как я уже сказала, тестируем последний месяц. Здесь у меня два размера L 9,14 кг, 44 штуки в упаковке, и XL 12,20 кг, 38 штук в упаковке. Собственно, тестирую я их таким образом, что L-ку я одеваю на ребенка днем, а XL одеваю на ребенка ночью. Большой плюс подгузников-трусиков гунву, которые я заметила сразу после вскрытия упаковки, это то, что эти подгузники не имеют абсолютно никакого запаха. Так, размерный ряд у нас здесь от S-ки до XXL. Это очень здорово, поскольку частенько на ребенка я одеваю XXL. Но это в случае, если подгузники маломерят. И вот, собственно, сами подгузники. L-ка и XL-ка. Распаковав, сразу заметила очень крутой дизайн. На L-ке у нас здесь веселые брокколи и авокадо. Вот такие вот овощные трусики получаются. И, собственно, они тут занимаются всякими разными веселыми делами. Качаются на качелях, дуют пузыри. И что еще они тут делают. Дальше XL-ка. Здесь уже иллюстрации серии Monsterville. И вот такие вот забавные монстрики. Они повеселят, мне кажется, любого ребенка. Тестируйте подгузники на своем ребенке. Я, конечно же, обратила внимание на несколько очень важных параметров. Первое – это безопасность, экологичность и чистота этого подгузника. Оказывается, он безопасен не только для малыша, поскольку здесь весь верхний слой – это чистый хлопок, но и также они безопасны, экологичны для окружающей среды. Второй очень важный момент – это ощущение, которое ребенок получает при соприкосновении его кожи с подгузником. Подгузники Генки, которыми мы пользуемся с самого рождения, они очень мягкие, очень нежные. И это как раз-таки одна из причин, по которым я пользовалась именно этими подгузниками. И если сравнивать эти два параметра, то Гунву, они немного более жесткие, но в то же самое время достаточно мягкие, достаточно приятные на ощупь. Но опять же, если сравнить Гунву с, например, Мэрис, то эти подгузники действительно очень мягкие, потому что для нас Мэрис – это просто наждачка. Следующий момент – это крой и удобство использования этого подгузника. Они не маломерят, они не большимерят, они идут ровно в размер. Здесь очень широкий пояс, и он действительно очень эластичный. Причем разорвать его, когда трусики снимаешь, намного легче, чем другие подгузники. Вот этот, например, я просто разрываю, и он рвется прям по шву. Те же самых генки, эта история делается вот так вот. И частенько я их разрываю не по шву, и мне приходится несколько раз их разрывать. Сейчас попробуем второй. Ну вот. Очень часто рвется не по шву, и приходится по несколько раз вот так вот делать. В случае гунву шов разрывается очень легко и по шву, и тебе не нужно мучиться по 10 раз. Давайте сравним с теми же хаггиз. Опять разорвался не по шву. Здесь второй разорвался не по шву. И дневные. У нас, кстати, хаггиз еще и дневные тут есть, или софт. Вот эти очень мягкие, но тоже разрываются не по шву, и нужно по несколько раз вот так вот пробовать их разрывать. Это большой минус. Дальше, если посмотреть внутреннюю часть. Внутренняя часть очень приятная, нежная. И здесь очень здорово, что внутренняя вставка с резинкой, которая облегает ножку, очень широко изнутри, и немного более тоненькая снаружи. В Генке, например, она тоже здесь двойная, но по размеру внутренняя немного меньше, чем у Гунву. Здесь она все-таки шире. Следующий момент для спокойствия мамы и комфортного сна ребенка, это обещание спокойного сна без протеканий 12 часов. Как я уже сказала, мы тестировали эти подгузники на протяжении месяца, и не только я, целые две упаковки я раздала своим подружкам, и они надевали эти подгузники на малышей, как днем, так и ночью. Наш вердикт. Из 10 раз этот подгузник ночью протекает всего 2 раза. В 8 ночей ребенок спит более 12 часов без протеканий. И это очень-очень круто. И то, те 2 раза, которые ребенок протек, подгузник был вот прям до упора полный. А это просто-напросто означает, что подгузник достиг своего лимита. Что касается дневного времени. Из 10 раз подгузник протек 1 всего раз. 9 раз подгузник оставался сухим. Причем, опять же, тот раз, когда подгузник протек, он протек от того, что он был просто, да, не могу, полный. В этот раз мой ребенок его носил 5 часов, и когда он даже бежал, от веса этот подгузник он по ножкам так тихонечко-тихонечко спускался вниз. И тут я знала точно, что все, мать, свой предел этот подгузник также достиг. Ну, а в общем, в целом, если менять подгузник каждые 2-3 часа, то с ним должно быть все в порядке. И кожа ребенка будет в порядке, и подгузник не будет протекать. Ну, и, конечно, здесь есть специальный индикатор, который помогает маме понять, когда подгузник полный. И также есть специальная клейкая лента, которая поможет более удобно утилизировать этот подгузник, когда мы готовы его выбрасывать. Значит, что у нас по ценам? Хаггис дневный 6 размер мы покупаем за 1100 рублей. Это со скидками. Без скидок цена 2000. Ночные хаггис в упаковке 16 штук я покупаю за 500 рублей. Без скидки 750. Генки мы покупаем в упаковке 26 штук 550 рублей. И большая упаковка 38 штук гунву стоит 960 рублей. Покупаю их на Wildberries. Также у них есть маленькая упаковка 16 штук. Цена 392 рубля со скидками. Так что, подруги, мой вердикт по поводу гунву. Отличные корейские подгузники, великолепного качества. Цена дешевле, чем у многих других подгузников. Это очень сильно радует, если мы хотим экономить на подгузниках. И если менять этот подгузник своевременно, он протекать не будет. И что немаловажно, этот подгузник остается сухим, даже когда заполненный. То есть он сухой и снаружи, сухой внутри. А это означает, что кожа малыша не будет страдать, ей будет очень комфортно. Ну и также одежда малыша также не будет пропитываться влагой от подгузника. Вот такие пироги, подруги. Сколько подгузников нужно было пожертвовать ради вот этих наших тестов. Что у нас по нашим зубам? Как я уже говорила, что в этот раз история у нас намного-намного сложнее, чем обычно. У нас прорезаются целых 4 зуба. 2 снизу, то есть четверки снизу. И я не особо поняла, четверки либо пятерки наверху. В принципе, должны лезть сейчас четверки. Но как-то мне кажется, что, может быть, это даже пятерки, поскольку они так далековато сидят. Я уже рассказывала не раз, что мой ребенок не позволяет лезть себе в рот. Он, в принципе, даже когда самые-самые такие тяжелые дни, он, в общем, сам эти десны не трогает, он их не чешет, он не просит там маму. Вот многие детки, они прям берут палец мамы и направляют к себе кротику, показывая, что им там сильно некомфортно. В нашем случае такого не было. То есть ребенок никогда не позволяет лезть в рот, ну, то есть поэтому я и особо-то не поняла сначала, сколько зубов, где и как они там вообще лезут. Все это дело у нас уже длится полторы недели. Началось все, естественно, с капризов, психов малыша. И по его настроению я поняла, что это здесь не так. Потом присоединились сопли. То есть это просто вода льется из носа ручьем, и ребенок просто дышать не может вообще. Это, собственно, то, что в первые дни нам мешало спать, и что нарушило наш режим. То есть ребенку было очень тяжело уснуть. И вот уже через несколько дней этой заложенности носа для нас начались действительно веселые ночки, когда большую часть мы бодрствовали и пытались уснуть. И по ребенку я даже вижу, что он не то чтобы там играет или капризничает или еще что-то, он честно пытается уснуть. То есть он вворочается, он старается, он знает, что ему нужно спать, и он хочет спать, но он просто-напросто не может дышать. Обычные мои инструменты помощи ребенку. Во-первых, это, конечно же, промывание носа. В те дни, когда еще хоть как терпимо, я использую аквалор. Сейчас уже, когда ребенок подрос, я использую вот этот большой флакончик с мягким душем. То есть это раствор соляной морской водички, который помогает, во-первых, разжижать содержимое носа и помогает ребенку легче освободиться от этих соплей. То есть один вариант, что мама их высасывает при помощи специальных инструментов. Второй вариант, что ребенок просто это все дело проглатывает. И на самом деле в течение ночи чаще всего он, конечно же, все это дело проглатывает. И опять же, это для ребенка абсолютно безопасно. Я использовала носфриду, наш помощник в отсасывании соплей, которым мы пользуемся, в принципе, с самого первого дня рождения. Первую свою носфриду я купила еще до рождения Рэма, когда только формировала его домашнюю аптечку. Принцип работы носфриды очень простой. К маленькому носику ребенка подносится наконечник, который также и является контейнером, куда попадает содержимое носа. Дальше следует фильтр, который можно заменить при необходимости и который в то же самое время блокирует попадание содержимого носа в катетер, а следовательно в рот родителю. И также не позволяет родителю инфицироваться от малыша в случае простуды. За фильтром следует катетер, длина которого позволяет очень комфортно пользоваться носфридой. И дальше наконечник, который имеет выемку с краю, благодаря ей родителю намного более удобно удерживать этот наконечник во рту при помощи зубов и также более комфортно производить высасывание содержимого носа. Если ребенок совсем не может спать, он чувствует себя плохо, у него есть болевые симптомы, то, конечно же, я еще использую детский норофен. В этот раз мы использовали не свечи, а именно в виде сиропа, и я давала 5 мл ребенку выпить норофен, особенно перед сном, когда я вижу, что он уже чувствует себя плохо. В этот раз, конечно, у нас температуры не было. Ой, ты мой, ты пришел меня поцеловать. Были только боли. И боли до такого состояния, что ребенок позволил мне залезть в рот пальцами и проверить, где же у него что там привязается. В инстаграме многие мамочки мне советовали использовать дентальный гель и писали мне, что, слушай, если уж совсем человеку плохо, то, конечно же, помажь ему десна. От дентального геля до этого я отказывалась просто потому, что если гель действительно действенный, то в его составе есть лидокаин. То есть лидокаин как раз-таки то активное вещество, которое снимает болевые симптомы. Если лидокаина нет, как правило, эти гели малодейственны. Ну или как минимум у них нет доказательной базы, которая во время исследований показала бы, что действительно этот гель работает. То есть работу проверить невозможно. И поэтому я этими гелями не пользовалась. Но в этой ситуации, естественно, когда ребенок уже мучается, то, понятно, для меня было важно найти все-таки все возможные и безопасные медикаменты, которые могут ребенку помочь. Потому что одна-две ночи без сна и все. Ну то есть ребенок, он просто уже в каком-то невменяемом состоянии и функционировать его, в принципе, уже и не может. Поэтому я, конечно же, взяла на заметку все рекомендации подруг в Инстаграме и в комментариях здесь на Ютубе. Рассмотрела разные варианты и выбрали для себя гель Дентональ. То есть это итальянский гель, который абсолютно натуральный по своему составу. Здесь у нас алоэ вера для антисептического действия. Экстракт басвелии, который снимает болевые симптомы. И ромашка, которая оказывает противовоспалительный эффект. Первым делом этот гель попробовала на себе, чтобы понять, какой, во-первых, вкус, понравится ли он моему ребенку. Также понять, есть ли, в принципе, какое-то воздействие на десна. И попробовав этот гель на свои десна, я обнаружила, что, во-первых, у него приятный вкус. И, второе, этот гель, он охолождает. То есть он имеет некий охлаждающий эффект. Не знаю, снимает ли он боль, поскольку у меня-то на деснах боли никакой не было. Но, наблюдая за своим ребенком, я вижу, что, во-первых, вкус ему приятен. Он разрешает мне этот гель наносить и массировать на десну, что тоже хорошо. И мы его наносили сколько? Где-то, наверное, 4 раза в день и, конечно же, на ночь. И ребенок становился немного более спокойным. Я вижу, что все-таки этот гель, как-никак, но ребенку помогает. И в комплекте со всеми остальными медикаментами, инструментами, которые у нас есть вот именно в такое время, конечно же, я поняла, что все-таки, наверное, какой-то смысл в этих гелях есть. Ну, что касается этого, я посмотрела. Производитель хороший, итальянский. На рынке российском уже тоже очень много лет этот гель присутствует. И каких-то там особо плохих отзывов я о нем не видела. Поэтому, собственно, мы попробовали его. И вот сейчас уже, когда вся эта история у нас успокоилась, я могу сказать, что все-таки, наверное, имело смысл им пользоваться. Ну, что еще? Когда у него ночью уж совсем забивается нос, конечно же, я использовала также називин. Это препарат назальный. Вот так он выглядит. Здесь у нас для деток чуть постарше года. И он помогает снять отек носоглотки, когда ребенок совсем-совсем не может дышать. Називина мы пользуемся только исключительно на ночь. Днем я этим препаратом не пользуюсь, поскольку он может ребенку навредить, если пользоваться им регулярно. Поэтому здесь, конечно же, я очень осторожно и использую его как экстренную меру тогда, когда ребенок уже вот вообще не может спать. Он не может уснуть, он мучается, и я понимаю, что нос у него просто течет ручьем, и наше промывание, оно уже не помогает. Тогда, конечно же, мы используем називин. Что касается нашего режима, режим у нас впервые сбился. Первое, ребенок никак не может уснуть, и, как правило, вот за эти полторы недели он засыпает на полтора часа позже, чем обычно. То есть эти все полтора часа мы мучаемся, мы пытаемся заснуть. Но, в свою очередь, утром он просыпается также позже, что для меня, конечно же, благословение, потому что после бессонной ночи утром, конечно же, нужно выспаться. И во время самых бессонных ночей, конечно же, я перебиралась в комнату ребенка. То есть я стелила на пол матрас, я спала с ним рядом, большую часть ночи он был у меня на руках, мы сидели на кресле, мы ходили, мы гуляли, и, в общем, спали мы с ним вместе. И ребенок очень-очень сильно пытался уснуть, и, конечно же, мое присутствие вот в такие ночи для него было абсолютной необходимостью. И что удивительно для меня, я как мама впервые ощутила какую-то такую, ну не знаю, какую-то прям вот особенную любовь и нежность к моему ребенку именно во время этих ночей. У меня не было никакого раздражения, мне не хотелось на него ругаться, мне не хотелось ругаться на ситуацию, на те ужасные зубы, которые, собственно, создали эту ситуацию, за которой мы не спим. Не было у меня никакой злости и никакого раздражения. Да, усталость, безусловно, но в то же самое время вот у меня был какой-то нереальный кайф от того, что мой ребенок, наконец-то, он спит у меня на руках. И я как мама могу ощутить, как оно, когда ребенок спит у тебя на груди, когда он к тебе вот прям прижимается, и когда он ворочается на тебе, когда он личико свое кладет тебе на плечо, и когда он тебя обнимает, и когда ты чувствуешь, что действительно твое присутствие ему по зарез нужным. Это очень-очень здорово. И для меня, как для мамы, которая привыкла к тому, что ребенок вот как штык просто кладешь в кроватку, засыпает, спит самостоятельно в комнате, все спят отдельно, для меня это был какой-то совсем новый такой опыт. И на самом деле не могу сказать, что он какой-то неприятный. Вот я ощутила очень много таких приятных материнских чувств по отношению к моему мальчику, и, конечно же, в первую очередь мне хотелось ему помочь, и хотелось облегчить вот это его состояние. И именно это желание, оно помогло все эти ночи намного более легко перенести. И, кстати, что еще полезного в нашей аптечке, ну это, наверное, подружки для тех мамчик, у которых совсем маленькие детки, преимущественно до 4 месяцев, которые мучаются газиками. Здесь у нас есть трубочки Уинди. Эти трубочки мы также использовали, когда Рэмбл совсем-совсем маленький, и вот у нас целую упаковку еще осталось в нашей аптечке. Не выбрасывай, просто потому что у них срок годности, по-моему, 3 года. И для второго малыша, если мы забеременеем и родим его в ближайшем будущем, уж точно их можно использовать. Почему использовала именно эти трубочки? Во-первых, они очень хорошего, высокого качества шведский производитель. Они имеют ограничитель ведения, который будет безопасен для малыша, и отравматичный кончик. То есть, получается, что мама не ведет эту трубочку слишком глубоко, а сам материал этой трубочки, он очень мягкий. Также здесь есть специальная рифленая поверхность, чтобы мама могла комфортно держать эту трубочку и ее контролировать. И она очень гигиеничная, то есть, каждую трубочку ты используешь один раз. В упаковке, кстати говоря, их 10 штук. Ну и, в общем, вместе с укропной водичкой и с пумизаном вот такие вот газоотводные трубочки в нашей аптечке нам сильно-сильно помогали. Так что вам тоже могу уж точно их рекомендовать с самого первого дня жизни вашего малыша. По поводу моей эволюции, подруги, в этом месяце это что-то с чем-то. Значит, цикл у меня начался немного раньше, чем все предыдущие месяца. Если обычно у меня цикл 31-33 дня, то в этот раз цикл был 28 дней. То есть, помните, по предыдущему моему ролику, где я делала тест на беременность, я рассказывала, что 28 дней цикл, и мои месячные начались на 3 дня раньше. Длились они абсолютно нормально, 6 дней, и, в общем, я так себе прикинула. Если обычно моя эволюция, она происходит от 14-го до самое позднее 19-го дня, то, в принципе, можно там начинать тестироваться, ну, не знаю, там, с 13-го дня и проверять, в общем, эту эволюцию. И что вы думаете? Что-то меня черт дернул, какое-то у меня такое странное ощущение было. Почему? Опять же, не знаю, никаких таких супер симптомов у меня не было. Короче, 12-й день, я с утра просыпаюсь, думаю, пойду-ка я сделаю тест на эволюцию. Ну и ладно. Делаю тест на эволюцию, и вот у меня смайлик. Я мужу говорю, все, друг мой, у нас с тобой романтическое свидание. На следующий день, как обычно, я, значит, делаю этот тест повторно, утром в 11 часов. Смайлик есть, думаю, ну супер. По моему опыту, обычно у меня смайлик пропадает на следующий день уже вечером. Как правило, этот всплеск, он, наверное, длится около 12-24 часов, и потом уже падает. Хотя гормон, который вырабатывается гипофизом и дает, собственно, команду нашим яичникам высвобождать созревшую яйцеклетку, он сохраняется в нашем организме на протяжении долгого времени. Просто когда у него всплеск, и когда, значит, происходит эволюция, тогда вот этого гормона на 5 раз больше, чем в другие дни цикла. И, собственно, именно поэтому тест на эволюцию, он может его увидеть, распознать и дать позитивный результат. Так вот, в общем, на следующий день утром, да, гормон есть, смайлик, думаю, все в порядке, работаем. Делаю вечером, опять смайлик есть, думаю, интересно. Третий день я просыпаюсь, и снова есть смайлик. И только вечером третьего дня уже смайлика не было. И то на третий день я подумала, что это какой-то глюк самих тестов. Я думаю, сделаю-ка я два. Значит, беру два теста, и на обоих одинаковые результаты, и все показывает одинаково. И вечером третьего дня уже два теста одновременно показали, что результат теста негативный. И я сижу такая, и говорю, Арс, а ты прикинь, какая фигня, три дня. Думаю, что это означает? Вот представь, есть такую ситуацию. Первый день у тебя, значит, всплеск гормона к яичникам. Тук-тук, здрасте нам, пожалуйста, яйцеклетку. Сейчас будет, выдадим лучшую яйцеклетку месяца. На второй день тук-тук, и яичники такие, типа, эй, братюнь, ты чё? Вроде вчера уже заходил. Ну, как бы, хозяин-барень, тебе гипофиз, наверное, лучше известно, на тебе вторую яйцеклетку. И на третий день тук-тук, яичники такие, братюнь, ты чё, совсем ушалел? Пришел устроить детский сад на 19 этаже, ты чё, совсем сдурел? У нас там окна, блин, без замков, какой нафиг? И тут мы глаза выкатили, такие сидимы, мы вспомнили сразу наши УЗИ, первые УЗИ, когда мы были беременны Рэмом. Когда гинеколог нас спрашивала, делали ли мы ЭКО. Потому что та картинка, которую выдала УЗИ, она обычно характерна искусственному оплодотворению, когда оплодотворяется несколько яйцеклеток, имплантируется несколько яйцеклеток, и тогда уже, ну, в принципе, у тебя больше шанса, что хотя бы одна выживет. То есть у меня было их несколько, просто имплантировалось и выжило только всего лишь одно. И мы такие сидим и думаем, а прикинь, сейчас два или три, ну, это будет капец. Это реально детский сад, блин, на 19 этаже. Но, слава тебе, Господи, что история не так работает, и организм женщины работает совсем не так. Действительно, всплеск лютенизирующего гормона, он может длиться несколько дней. Но это абсолютно не означает, что у женщины несколько раз будет овуляция. Абсолютно нет. Овуляция, она произойдет один раз по первому всплеску, то есть по времени отслеживания овуляции, оно должно происходить по первому дню и первому позитивному результату теста на овуляцию. То есть все последующие не означают, что два раза, три раза этот всплеск есть. Да, он может оставаться в организме в такой большой концентрации несколько дней, это абсолютно нормально. Хотя чаще всего это действительно там 12-24 часа. И после этого еще у женщины есть до 24 часов, когда произойдет овуляция. И тогда еще приблизительно 12 часов жизни яйцеклетки для того, чтобы она была оплодотворена. Следовательно, после вот первого теста на овуляцию самое классное, три дня работать вот прям без остановки. Понятное дело, что сперматозоиды живут в организме женщины до 5 дней. И если уж сильно постараться, то, конечно, лучше сексом заниматься еще до позитивного теста на овуляцию. Но, в общем, это не наша история, ровно так же, как и использование Актиферта в этот раз. Как вы знаете, мать предусмотрительная, так сказать, планировщик от бога. И я, в общем, оставила все на последний день. Несмотря на то, что этого Актиферта в аптеках нет никогда, что его нужно заказывать. Я так вот каждый день, уже с первого дня своего цикла, думаю, закажу-ка я этот Актиферт завтра. А потом закажу его еще завтра и еще завтра. И вот так вот неожиданно на 12-й день наступила моя овуляция. И никакого Актиферта я купить не смогла, потому что, конечно же, в аптеках ближайших его не было. И, таким образом, результат нашей третьей попытки таков. Цикл 28 дней, позитивный тест на овуляцию на 12-й день. Работали усердно 3 дня подряд. И сейчас нам нужно подождать еще полторы недельки до того, как я смогу сделать свой первый тест на беременность. Ну что ж, подружки, это все наши самые полезные и интересные истории на сегодняшний день. Показала вам самые классные подгузники. Рассказала, как спасаемся во время прорезания зубов. Что у нас с овуляцией второй беременностью. Иди ко мне, котенок! Котенок уже схватил свою соску. Это означает, что нам пора отправляться на наш дневной сон. Пойдем мы, в общем, спать. Вам желаем доброго дня. Если вы так же, как и мы, сейчас мучаетесь от зубок, то мамам желаю терпения, сил, выдержки. Проводить ночи бессонные с малышами. Да? И так же не быть сильно уставшими днем, чтобы голова наша работала, чтобы мы могли нормально функционировать. Зубки дело, конечно, неприятное, зачастую. Но дело временное. Очень-очень скоро это все закончится. И сон ребенка, его настроение, и режим, и все остальное придет в норму. А мы на сегодня с вами прощаемся. Желаем доброго дня. Увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. Все. Пока. Пока, подруги. Давай, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok